Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Бельпирович. А я Алексей Горбачёв. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 803 дня войны и главных новостях понедельника, 6 мая. Убитые и раненые жители в Харьковской и Белгородской областях. Россия сообщила о планах провести учения с тактическим ядерным оружием. Испания передала Украине ракеты для комплексов ПВО «Патриот». Москва объявила в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. В результате ударов в пасхальное воскресенье и утром понедельника, нанесенных российскими войсками по Украине, есть убитые и раненые мирные жители. Глава Харьковской области Олег Сенегубов сообщил, что в Основянском районе в результате атаки беспилотников получили ранения 6 человек. Еще 10 человек пострадали в результате бомбежки центра Харькова. Кроме того, Сенегубов сообщил о гибели 88-летней женщины. В результате обстрела села Моначиновка один из местных жителей села также был ранен. В Днепропетровской области в результате ночной атаки пострадали двое, были повреждены объекты критической инфраструктуры. Кроме того, после обстрела дронами-шахедами города Сумы пострадали объекты критически важной инфраструктуры. В городе нет света, не работал водопровод, а свет после полуночи исчез и в части районов Харькова. Но надо сказать, что с 22 марта российские войска практически ежедневно атакуют украинские тепловые и гидроэлектростанции, а также сети электропередач, что приводит к отключениям электроэнергии. И вот недавние массированные российские атаки на энергосистему Украины с применением беспилотников и ракет уже на данный момент привели к ущербу свыше миллиарда долларов. Об этом в воскресенье заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате атаки дронов в Белгородской области России также есть убитые раненые мирные жители. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, погибло 7 человек. Были атакованы машины агрокомплекса Белгорье. Они перевозили сотрудников этого комплекса. В Минздраве России заявили, что на данный момент 42 человека получили ранения, а 30 человек были госпитализированы. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил передовую. Подчеркивается, что двое суток он работал в частях на востоке Украины, которые ведут оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях. Всего же, как сообщает ВСУ, в Украине на фронте в течение последних суток произошло 125 боевых столкновений. Россия, по данным Генштаба, давит на силы обороны на трех направлениях в Донецкой области. Также напряженные бои ведутся на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях. При этом российские военные продолжают развивать свое наступление, которое изначально они совершали около поселка Очеретино. Мы рассказывали об этом довольно подробно, что этот поселок в Донецкой области российские военные частично, или на его край они вышли, захватывали практически без сопротивления украинских частей, потому что в это время со стороны Украины происходила смена частей на передовой. Но вот теперь российские военные официально говорят в своей сводке за 5 мая, то есть накануне, что поселок Очеретино ими захвачен. Называют они эту группировку войск-центр, которая захватила этот поселок. В общем, здесь у всех всегда приходят эти аналогии с группировками германского вермахта, который точно так же шел по Украине, те же самые солдаты группы «Центр». Но сейчас власти Украины не комментируют сообщения о захвате поселка Очеретино. Но важно то, что самые разные независимые издания говорят о дальнейших попытках российских военных штурмовать город Часов-Яр. Это важный укрепленный район вооруженных сил Украины. Он расположен на холмах к западу от Бахмута. Мы тоже об этом довольно подробно рассказывали. Пока еще в вооруженные силы Украины не поступила в полном объеме та помощь, которую Запад ей решил оказать, в том числе США, приняв большой пакет военной помощи, и Россия пользуется этим, развивая свое наступление. Тем временем Россия продолжает наращивать северную группировку войск, которая может снова отковать северо-восток Украины, в том числе Харьков. Такие данные приводит Американский институт изучения войны в новой сводке анализа, перевод которой приводит BBC. Но аналитики американские по-прежнему считают, что сил для штурма Харькова у России на этом направлении на данный момент нет. Однако активизация атак на Харьков, на Сумскую область, также активизация России аэроразведки в этом регионе свидетельствует о том, что вот эта вот северная группировка войск может готовить какие-то операции. И даже несмотря на то, что у России нет достаточных сил на то, чтобы захватить Харьков, но вот эти вот российские наступательные возможные операции против Харькова или Сум, они, конечно, оттянут украинские части с других важных участков фронта, подчеркивают американские аналитики. Тем не менее, высокопоставленные чиновники на Западе не теряют надежды на то, что Киев сможет контратаковать. Правда, может быть, даже не в этом году. И что произойдет до следующего года, непонятно. Но именно о следующем годе говорил 4 мая на мероприятии, организованном газетой Financial Times, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сказал, что та военная помощь, которую США сейчас оказывают Украине, и тот пакет, который был принят Конгрессом и подписан президентом в размере 61 миллиарда долларов, позволит провести вооруженным силам Украины новые контрнаступления в 2025 году. Он ожидает сейчас в ближайшее время, Джейк Салливан, российских успехов на поле боя, поскольку, по его словам, нельзя мгновенно щелкнуть выключателем, то есть переключить успех на поражение и так далее. Салливан полагает, что военная поддержка США в настоящее время поможет Киеву держать линию обороны и обеспечить Украине способность выдержать российское наступление в течение этого, 2024 года. Ну а в 2025 году, как я уже сказал, по мнению Салливана, украинские войска собираются продвинуться вперед, чтобы отвоевать территорию, которую россияне у них отняли. Ну и любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть, конечно же, от продолжения финансирования со стороны Вашингтона и союзников Украины в Европе. В этой связи ситуация после выборов в ноябре, которые состоятся в США, выглядит неясной, потому что вероятный кандидат республиканской партии на этих выборах Дональд Трамп говорил уже много раз о том, что он не так привержен делу поддержки Украины, как, например, нынешний президент Джо Байден. Главная международная новость дня, касающаяся Украины, это европейское турне лидера КНР Си Цзиньпина. Он уже приехал во Францию, встретился сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как передает Радио Свобода, по завершении встречи Си фон дер Ляйен заявила, что, как она надеется, Китай использует свое влияние на Россию, чтобы положить конец войне России против Украины и что он будет продолжать играть важную роль в деле деэскалации ядерных угроз со стороны Кремля. Ожидается, что Макрон также попытается оказать давление на Китай по вопросу о войне России против Украины. Сам Макрон пока ничего не комментировал. Ранее он говорил, что рассчитывает на конструктивную роль Китая во взаимодействии с Москвой. Также на встрече главы Китая с европейскими политиками обсуждалось обязательство Китая не поставлять в Россию товары двойного назначения. Ранее СМИ сообщали, что тем не переговоров будут как война в Украине, так же и ситуация на Ближнем Востоке. Но сам Си Цзиньпин в преддверии этого визита опубликовал во французской газете Le Figaro статью, где заявил в привычных для Китая выражениях, что Китай надеется, что европейский континент скоро вернется к миру и стабильности, что Китай готов сотрудничать с мировым сообществом, включая Францию, чтобы найти разумный путь разрешения украинского кризиса. При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не является ни источником украинского кризиса, ни его стороной или участником. Однако, как утверждает Си Цзиньпин, КНР сыграло конструктивную роль при поисках мирного разрешения этого кризиса. Но и в очередной раз Си привел высказывание о том, что Китай призывает соблюдать цели и основы Устава ООН касательно территориальной целостности государств и принимать во внимание обоснованные интересы безопасности всех сторон. Ну, надо сказать, что вот эти вот высказывания Китая стандартные и в том числе публично он занимает нейтральную позицию в отношении войны, которую Россия ведет в Украине. В то же время, конечно, видно, как потеплели после вторжения России в Украину отношения Китая и Москвы. И, конечно, можно судить в том числе об этом визите и по странам, которые СИП посетит в ходе своего европейского турне. После Франции глава Китая отправится в Венгрию и Сербию. Тем не менее, очень многие аналитики говорят о том, что какое-то применение ядерного оружия со стороны России будет и для Китая тоже красной линией. Во всяком случае, многие комментаторы в интервью «Голоса Америки» говорили о том, что Китай, скорее всего, не одобрит, если Россия что-то такое предпримет. И я напомню, что Китай в свое время вынудил фактически Москву сделать совместное заявление о невозможности применения ядерного оружия. Тем не менее, сейчас видно, что Россия очень существенно использует ядерный шантаж в своей постоянной пропаганде и запугивании. И вот сегодня Генштаб Минобороны России по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Это, надо сказать, за все постсоветское время первые объявленные учения тактических ядерных сил, их называют тактическими, нестратегическими, и это все ядерное оружие, которое используется, собственно, в ходе боевых действий, а не, скажем, для межконтинентальных ударов по городам, по столицам вероятного противника. В ходе учений Минобороны планируют отработать вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Ну и учения, как говорится, будут проведены в ближайшее время. В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил военно-морского флота. Я сейчас объясню. Дело в том, что довольно много кораблей, в том числе Черноморского флота, несут ядерное вооружение, причем как стратегическое, так и тактическое. В частности, например, фрегаты вооруженных сил России несут ракеты-торпеды, которые используются против подводных лодок и также имеют ядерный компонент. Москва объяснила такое открытое объявление о тактических ядерных учениях тем, что, оказывается, испугал Москву или напряг Москву президент Франции Мануэль Макрон, которого ты сегодня уже упоминал, Леша. А точнее, его заявление о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. Это я сейчас цитирую Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, который, собственно, объяснял сегодня медиа, почему объявила Россия об этих учениях. В МИД России также заявили, что учения с ядерным оружием призваны остудить горячие головы. Это цитата в западных странах. Речь идет прежде всего об открытой заявляемой поддержке оказания прямого содействия террористическим акциям против России, осуществляемых киевским режимом и так далее, и так далее. В общем, речь в данном случае идет о заявлении министра иностранных дел Великобритании Кэмерона, что британское оружие, передаваемое Украине, может бить по целям в России, потому что Украина имеет право защищаться и наносить удары по тем объектам противника, которые способствуют его войне против Украины. Понятно, что объявление о тактических ядерных учениях, уже довольно широко осужденное странами Запада, это только часть пропагандистского ответа на последние высказывания руководителей Британии и Франции. Также Москва вызвала послов этих государств, в частности, российский МИД вызвал посла Великобритании Найджела Кейси. Ему как раз был высказан решительный протест, это цитата, из-за недавних заявлений Дэвида Кэмерона о применении Украиной британского оружия по российской территории. Ну и также в российский МИД вызвали посла Франции Пьера Леви, которому, цитирую, было заявлено, что политика Парижа ведет к эскалации конфликта на Украине и обречена на провал. Имеется в виду высказывание Эммануэля Макрона о том, что все же страны Запада могут рассмотреть вопрос об отправке своих военных в Украину. И российский МИД говорит, попытки французских властей создать своими безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов на Украину и некую стратегическую неопределенность для России обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции – это так Москва, напомню, называет свою войну против Украины – будут выполнены. При этом Москва продолжает дестабилизировать обстановку в Европе, в том числе и кибератаками. МИД Германии отозвал посла в России Александра Лампсдорфа. Берлин обвинил Россию в совершении кибератак, в том числе на одной из правящих партий ФРГ, на социал-демократическую партию Германии. Также Берлин обвинил хакеров в проведении кибератак на немецкие компании. Показательно, что посол Германии в России был отозван накануне так называемой инаугурации Путина. Ранее в Берлине заявили, что не будут никого отправлять на инаугурацию, которая пройдет 7 мая, когда Путин вновь вступит в должность президента до 2030 года. СМИ еще обратили внимание на то, что официальный Берлин уже не называет Путина президентом. Ну а кроме того, об отказе отправлять своих представителей на инаугурацию Путина сообщили также власти Чехии, стран Балтии, Великобритании и Канады. Еще здесь стоит добавить, что делегация Евросоюза в Москве сейчас обсуждает с Брюсселем, будет ли вообще Евросоюз представлен на этой инаугурации. Жозеп Боррель до этого говорил, что он против участия Евросоюза в этом событии в Москве. Ну и отдельные страны, скорее всего, будут решать это каждая для себя. Уже понятно, что там будет и представитель Венгрии, и представитель Словакии. Эти страны дружат по-прежнему с официальной Москвой. Посла Соединенных Штатов на инаугурации точно не будет. Правда, пока этому есть технические объяснения. Лин Тресси не будет во время этих событий в городе. И кем будут представлены США на инаугурации, будут ли, вопрос пока еще остается открытым. При этом Министерство иностранных дел Украины сегодня заявило, что не признает Путина легитимным президентом. Там сказали, что не видят правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным лидером России. Ну и там очень много всего. Там, конечно, перечислено и все, что Россия делает в отношении Украины, нарушая целый ряд базовых международных договоров и соглашений. Но, кроме этого, еще и условия, в которых сами эти так называемые выборы, последние президентские в России проводились, говорят о том, что, по мнению МИДа Украины, Путин легитимно не был избранным. Я напомню, что Европейский парламент в конце апреля тоже принял резолюцию о нелегитимности так называемых президентских выборов в России. И в этом документе, среди прочего, обсуждалось проведение на аннексированных территориях Украины, которые, собственно, и ставят под сомнение все эти выборы, даже и на российских территориях. Посмотрим, что будет на самой этой процедуре инаугурации. При этом Кремль хочет явно превратить инаугурацию и последующие два дня, в том числе празднование Дня Победы, официального праздника в России в связи с победой в Великой Отечественной войне. В очереду больших празднеств и встреч. Уже известно, кто приедет на парад Победы на Красной площади. Там ясно будет Александр Лукашенко. У него еще до этого начнется визит в Москву. Там же будет президент Кубы. Там будет президент Лаоса. Президент Гвинеи Бесау. Про все это уже объявлено помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Также он сказал, что на параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. И вот уже мной перечислены Лаос, Куба и Гвинеи Бесау. В общем, понятно, что Путин будет показывать и своей инаугурацией, и своим парадам, что он не находится в изоляции, и что, как минимум, бывшие страны СССР некоторые, а также союзники России на так называемом глобальном юге, совершенно Москву не собираются игнорировать. Из Вашингтона на этом фоне звучат голоса как раз-таки о том, что Путин стремится воссоздать СССР. В этом плане интересное интервью лидера демократического меньшинства в палате представителей Конгресса Хакима Джеффриса. Он дал обширное интервью американскому телеканалу CBS, касающиеся Украины. И здесь очень важная часть интервью посвящена тому, что если Украина проиграет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только деньгами налогоплательщиков, но и военнослужащими США. Ранее, напомню, Белый дом и администрация президента подчеркивали, что речь о вмешательстве военнослужащих США в войну между Россией и Украиной не идет. Однако Джеффрис подчеркивает, что вслед за Украиной Россия будет угрожать другим странам, образовавшимся после распада Советского Союза, которые сейчас входят в НАТО. Он подчеркнул, что Путин не остановился на вторжении в Грузию, он захватил Крым, затем последовало вмешательство в Восточную Украину, которая продолжается по сей день. И понятно, что если Запад и США позволят Путину добиться успеха в Украине, то на Украине он не остановится. И, конечно, косвенно, в том числе, продвижению России, по оценкам Джеффриса, способствовало и то, что Палата представителей и Сенат США не могли утвердить законопроект о помощи военной Украине. Ну и, более того, он указал и на пропутинское лобби, как Джеффрис это называет, в республиканской партии США, к одной из наиболее активных представителей группы поддержки России в Палате представителей. Он назвал республиканку Марджери Тейлор Грин. Западные медиа все больше рассуждают о том, где же все-таки для трансатлантических партнеров пролегают красные линии, после пересечения которых Россией они будут вынуждены вмешаться в ту войну, которую Россия ведет против Украины. И вот эта альянская газета «Ла Република» со ссылкой на многочисленные источники пишет о том, что страны НАТО в конфиденциальной форме и без официальных сообщений установили как минимум две красные линии, при пересечении которых Североатлантический альянс может напрямую вмешаться в войну в Украине. Первая красная линия будет пересечена, если Россия прорвет линию обороны на Северо-Западе и к конфликту присоединится третья страна – Беларусь. И вторая красная линия – это возможная военная провокация России против стран Балтии. Это как раз то, о чем предупреждает Хаким Джеффрис, что страны, которые вышли в свое время из СССР и присоединились к НАТО и Евросоюзу, являются возможными первыми жертвами последующих возможных, опять же, действий Москвы. И если российская провокация будет предпринята против Балтии, Польши или, скажем, Россия нападет на Молдову, может идти речь, собственно, о начале прямой вовлеченности стран НАТО в эту войну. В том числе НАТО отреагирует на какой-либо военный удар для проверки реакции Запада. Не обязательно вторжение полностью с войсками. Если будет предпринята атака с воздуха, ракетами и так далее на эти страны, то, собственно, на это будет НАТО отвечать. Но это является обязательством стран НАТО в соответствии с положениями Североатлантической хартии. И при этом Република подчеркивает, что сейчас у НАТО нет никаких оперативных планов, которые предусматривают отправку войск в зону боевых действий. Но, скорее всего, все-таки какое-то последнее время НАТО, может быть, секретно, может быть, как-то не слишком публично, но явно обсуждает, что будет, если Россия нападает на одну из стран Альянса. Ну и довольно серьезной демонстрацией того, что Запад все-таки по-прежнему намерен продолжать помогать Украине, стала открывшаяся в Брюсселе сегодня конференция ЕС Украина по сотрудничеству в оборонной промышленности. Мы о ней рассказывали тоже в нашем подкасте. Там принимает участие и украинская делегация, украинские официальные лица, принимают участие 140 компаний из 25 государств. И я напомню, что уже некоторые компании, в частности Рейнметал, начали работать с Украиной для того, чтобы совместно производить боеприпасы. Ну а в нашей постоянной рубрике «Кого где за что» сегодня, скорее, курьезное сообщение, потому что в выходные стало известно о том, что МВД России объявила в розыск президента Украины Владимира Зеленского. В Кремле это адекватно как-то прокомментировать и обосновать не смогли. Они сказали, что это стало результатом работы следователей. Как давно Зеленский находится в базе розыска, неизвестно. Это просто российское агентство Реановости нашло его там. Кроме того, там еще есть бывший президент Украины Петр Порошенко. Ну а после них МВД внесло в базу разыскиваемых практически поголовно прошлое руководство Украины, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, бывшего министра информационной политики Юрия Стеця и так далее. В общем, там есть целый ряд украинских чиновников. Кремль при этом, объясняя все это, не устает повторять мантру о преступлениях киевского режима, не говоря о том, что это все-таки была легитимная украинская власть. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина – самое важное». Его для вас провели Алексей Горбачев и Данила Гальпирович. Также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на платформах Apple и Google, на канале «Эхо», и можно там, где это возможно, напрямую с сайта. Большое вам спасибо за внимание. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok